Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. На прямой связи с нами сегодня польский политолог Якуб Корейба. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте начнем с событий, которые развивались в Польше. Это президентские выборы и конкуренция между консерватором и либералом. Консерватор победил, но с небольшим отрывом. Да, всего 1% голосов был перевесом. Как вообще прошли выборы? Да, как говорит наш бывший президент Александр Квасневский, известен своей бурной личной жизнью. 0,7% это совсем мало. Так что тот, кто победил, в данном случае Андрей Дода, должен будет, если он хочет остаться в истории, а это то, что у него остается в повестке, должен будет учитывать мнение тех, кто за него не проголосовал. Потому что отрыв действительно небольшой. И сейчас играть на тех противоречиях, которые сложились в стране и которые расложились практически 50 на 50, уже опасно для общества и для страны в целом. Поэтому президенту за эти 5 лет придется склеивать общество и страну, а не играть на противоречиях. Вот данная игра, как показывает результат выборов, себя уже исчерпала. И, на мой взгляд, единственная разумная для него стратегия, это пытаться создавать, отойти вот от этого раздела на консерваторов и либералов, который сложился там за последние 10 лет, и пытаться создать некий такой умеренный центр. Получится ли это у него? Большой вопрос. Но то, что он будет следовать вот в этой логике, уже просматривается по его высказываниям. Ну, а Джей Дуде, как мы знаем, он стоит на традиционных ценностях, и он против абортов выступает, против гей-браков, насколько известно. Готов ли он будет идти на какие-то компромиссы? Против чего еще он выступает вообще? Аборты, по которым в Польше сложился определенный консенсус уже в 90-е годы юридический, или гей-браки, или еще много других идеологически ярких вопросов, это такие вопросы заменителей. которые можно включать в повестку тогда, когда ни о чем другом спорить, ни о чем разговаривать. А ситуация в стране складывается и в Европе, и в мире в целом складывается таким образом, что в первую очередь нужно обеспечить экономическое развитие, определенный уровень дохода общества, решать европейские вопросы, потому что большой вопрос, что будет с Евросоюзом после кризиса. Обустраивать в стране нормальные институты, нормальные структуры, строить инфраструктуру, направлять в нужное русло инвестиций, так чтобы они давали людям нормальный уровень жизни. А потом уже, если и когда все это получится, перейти к обсуждению идеологических вопросов. На мой взгляд, либеральный кандидат Рафут Шасковский проиграл в первую очередь потому, что вместо того, чтобы показать себя таким вот крепким хозяйственником, вот как раз погружался в эти абстрактные идеологические темы. Если бы он там за последние полтора года показал себе в Варшаве как хороший хозяин, он бы выиграл без всяких сомнений. А вот то, что он как раз уходил от конкретики в сторону абстрактов, убедило людей в том, чтобы на него не голосовать и остаться при том, что уже есть. Хотя антиэлекторат, негативный электорат у Дуды был очень большой. Но во время кризиса коней на переправе не меняют. Вот эта логика выиграла. Поэтому, когда уже все конкретные вопросы будут решены, тогда будет пространство для разговоров на тему, о которых вы сказали. Пока людям нужно дать уверенность в будущем. Вот интересно, что вы сказали о том, что кандидат от либералов проиграл. С другой стороны, видите, формально это так, безусловно. Но с другой стороны, можно посмотреть на ситуацию, что количество людей, которые поддержат кандидатов от либералов, сравнялось практически с консерваторами. И это можно назвать победой либеральной идеи. То есть, что, в общем, как мы видим, для Восточной Европы не очень свойственно. Можно ли это так рассматривать, что на самом деле либералы наращивают свою мощь в Польше сегодня? Нет, так нельзя сказать. Если бы они наращивали, они бы эти выборы выиграли. Поскольку правительство, которое правит уже пятый год, не свободно от ошибок. Скажем, с каждым годом делает этих ошибок все больше и больше, в том числе и миджевых. И если бы либералы нашли определенную повестку, они бы эти выборы выиграли очень легко. Потому что людей недовольных очень много. И первый тур, в котором другие кандидаты, кроме двух основных, собрали хорошие результаты, в том числе кандидат из никуда. Это чисто протестное голосование показывает, что люди голосовали в основном против той политики, которую ведет правительство. И Андрей Дуда, если он выиграл, то потому что он как раз уходит от этой чисто консервативной повестки в сторону центра. И я думаю, что если он хочет остаться в политике, а все-таки через пять лет ему будет 53 года, а это совсем еще не возраст для пенсии, то он как раз должен будет уходить в сторону вот этой центристской повестки. Но, как вы понимаете, в сложные времена либеральная повестка, она уступает консервативной в том плане, что все больше и больше людей надеется на поддержку государства и через государство хочет решать свои проблемы. Либералы хорошие тогда, когда все хорошо, а когда все сложно, то люди голосуют более консервативно. А чем сегодня недовольны поляки, учитывая, что президент был переизбран, то есть при его президентстве были недовольства, и тем не менее все равно проголосовали за него? Ну, хоть с небольшим отрывом. Как вы понимаете, чтобы раздать, как это делает наше такое вот консервативно-популистское правительство, надо сначала отобрать. Поэтому недовольны, прежде всего, вот средний класс и вот высшие эшелоны среднего класса, которым довольно сильно поднимают налоги, для того, чтобы как раз раздать тем полям общества, которые, скажем, проиграли на польской трансформации. И в целом в обществе чувствуется определенный дефицит уверенности в будущем. Вот 30 лет аксиомой в Польше была вера в то, что Запад за нас решит все проблемы, что хватит вступить в Евросоюз и в НАТО, и Европа придет, даст нам модель поведения в любой сфере. И вот эта модель заработает, и мы будем решать все наши проблемы так же успешно, как их решает или решала Европа. А сейчас в силу определенных внутренних проблем, прежде всего, в Евросоюзе, для которых есть много причин, в основном объективных, это не то, что там чьи-то ошибки, а просто объективные причины, определенные структуры, когда они разрастаются, уже перестают эффективно выполнять свои задачи, и это случай Евросоюза. Вот в силу этих причин люди в Польше перестали верить в то, что Европа решит за нас все проблемы. А вот заменить эту веру пока нечем, и поэтому люди пока что находятся в состоянии определенного ожидания. И вот те, кто дают простые ответы, в том числе основанные на традиции, религии, национализме, консервативной и так далее, они вот в этом состоянии такого ожидания могут получать определенные преимущества. Но пока преимущества небольшие. Это не то, что в Венгрии, абсолютное большинство. Поэтому вот этой консервативной власти и президенту, как человеку, который так или иначе должен будет провести страну через вот этот кризис, который надвигается, нужно быстро в аварийном, можно сказать, порядке придумывать новые идеи. Потому что западные схемы уже не работают. Европа из источника решений постепенно в глазах большой части общества превращается в источник проблем. С этим нужно будет в ближайшее время разобраться. Как на уровне самой страны, то есть объяснить людям, как нам дальше жить в такой Европе, так и на уровне Евросоюза, то есть договориться с партнерами, как дальше жить в такой, как дальше обустраивать Евросоюз в такой объективно сложившейся ситуации. На ваш взгляд, фактор России играет какую-то роль и воздействует ли он на Польшу и на ее политическую составляющую, учитывая, что Владимир Путин как раз тоже выступает за традиционные консервативные ценности. Здесь, конечно, можно по-разному это интерпретировать, но тем не менее идея понятна. Насколько это сильное влияние в плане того, что Россия является противником и Евросоюза, и НАТО, и в частности стран Балтии и Польши? По крайней мере, здесь такая риторика есть. Нельзя сказать, что Россия является реальным противником. Вот если бы Россия действительно хотела у Евросоюза или у Запада что-то выиграть, то она бы использовала момент кризиса, вот эту весну ужасную, которую мы пережили, вот именно для того, чтобы это сделать. Если в самый плохой и сложный для Запада момент Россия не предприняла никаких действий, чтобы изменить баланс сил, значит Россия настоящим противником Запада не является. Это всего лишь риторика для обработки внутренней публики. Никаких реальных действий против Запада от России не приходится ожидать. Это то, что мы поняли за время коронавируса и карантина. Это был самый подходящий для России момент, как-то переиграть Запад, что-то такого сделать, чтобы изменить баланс сил, и не только в Белоруссии, и на Украине, но и в целом в Европе. Если Россия этого не сделала, она доказала, что она вполне себе системный игрок, рациональный участник системы, и она ломать эту систему не собирается. И из этого мы как в Польше, так и в целом в Европе делаем выводы, что опасаться России, по крайней мере, в ближайшее время не приходится. Вот лучше момента, чем коронавирус для России, чтобы что-то выиграть у Запада, уже не будет. Если она это не сделала сейчас, значит, она не намерена это делать вообще. Но если провести аналогию с системной и несистемной оппозицией, потому что, например, Владимира Жириновского в России называют системной оппозицией. Если перевести это на уровень стран, Россия сегодня в системной оппозиции к Западу находится? Безусловно, Россия во время коронавируса ввела себя подчеркнуто правильно с точки зрения стабильности системы. Не пыталась ни политически, ни экономически, ни финансово, ни идеологически подрывать порядок как в целом на Западе, так и в отдельных странах, хотя такие возможности были. И, скажем, изменить ситуацию на Украине в свою пользу было очень легко, потому что никто в Европе и на Западе в целом вообще не предпринял бы никаких усилий. Изменить баланс в Беларуси также было довольно легко в это время, и для этого у России была практически идеальная ситуация. Если Россия этого не сделала, значит, она показывает западным партнерам, что есть определенные правила игры, которые Россия нарушать не собирается, что врагами мы являемся исключительно в дискурсе. Вот даже посмотрите, вот какая риторика была в отношении Польши у российских властей, скажем, в январе-феврале и потом. Вот до недавней статьи Владимира Путина в каком-то нишовом, там, американском, условно-американском журнале, который никто не читает, и который, кроме как в российских СМИ никто не обсуждал, не было никаких даже попыток нагнетания идеологических страстей. На время карантина и коронавируса как бы вот вся эта повестка как бы ушла в Россию, чем, на мой взгляд, она демонстрирует, что не намерена серьезно оспаривать тот порядок и будет в нем вместе с Западом сосуществовать мирно. Вот это те выводы, которые можно сделать из поведения России за последние полгода. Мы, кстати, тоже эту статью обсуждали, хоть и не российская СМИ, но, тем не менее, там Владимир Путин сказал о том, что присоединение стран Балтии он назвал законным к СССР, поэтому эта тема была и в нашей новостной повестке, скажем так. Ну, как вы понимаете, такого рода ссоры между Россией и странами Балтии в целом на отношения России и Запада не влияют. И даже то, как потом все это обсуждалось, а фактически не обсуждалось в России, то есть никто из этого не хотел сделать скандал. Не было никакого драйва российской пропаганды в сторону того, чтобы из этого сделать скандал, сопоставим, например, с памятником в Таллине, помните, в 2007 году. Можно ведь было сделать из этого большой международный скандал. Но никто в России не хотел и не сделал это. Поэтому в данном случае это, скорее всего, такой показатель умеренности и рациональности России возможно понимание того, что обрушение европейского порядка повредит прежде всего самой России. Ну, Анджей Дудда, кстати, он, будучи еще президентом на первом сроке, он говорил о том, что с Россией не удастся построить дружеские отношения, называл имперскость одной из причин и там еще определенный ряд. Сейчас его риторика как-то может измениться в отношении России? Анджей Дудда, как и вся польская политическая элита, могут реагировать на то, что сделает Россия. Повестку дня в наших отношениях определяет Россия как гораздо более сильный и мощный партнер. Диспропорция потенциалов такова, что Польша задавать никакую повестку не может, даже используя для этого своих союзников на Западе, в Европе или в Америке. Изменить повестку дня российско-польских отношений может только Москва. Пока в Москве нет такого интереса, я думаю, скорее всего, еще довольно долго не будет, вот они будут развиваться вот в таком латентном ключе. И в целом нужно сказать, что у нас отношения неплохие, если сравнить то, что сейчас вот такая, скажем, идеологическая вражда при в целом нормальных, прагматических, штатных абсолютно отношениях, в сравнении с тем, что у нас дуо в истории с Россией, это совсем неплохо. Вот мне сложно, вот скажем там, с середины 16 века сложно найти такой длительный 30-летний период в целом хороших, нормальных, мирных, штатных отношений. Послы работают, фирмы торгуют, в целом все нормально. Возможно, вот то, что сейчас между Польшей и Россией, это исторический максимум. По крайней мере, никакого конфликта у нас нет, и в целом вот это уже большой успех. А если Россия захочет что-то изменить, то Анжей Дуда и польско-политическая элита будут на это предложение реагировать. Я уже неоднократно говорил, что в Польше есть понимание того, что из ловушки среднего дохода выйти можно только через евразийские рынки. То есть на Запад мы больше не продадим, не поднимем свою экономику за счет европейского рынка. Сделать это можем только за счет Восточной Европы и дальше Евразии. Для этого нужны какие-то договора с Россией. Если для России такое предложение будет интересным, то, наверное, она проявит интерес. Пока польская политическая элита не диагностирует никакого интереса со стороны России. Как старшего, еще раз подчеркиваю, партнера. Сейчас мы наблюдаем, что обостряются отношения между Россией и Чехией, между Москвой и Прагой. Это связано с несколькими событиями. Памятник Конева, маршала Конева. И, конечно, задержание Ивана Сафронова, которого подозревает ФСБ в шпионаже в пользу чешской разведки. Вот на ваш взгляд, о чем говорят эти события? И действительно ли сегодня Чехия переходит в разряд одного из главных врагов Москвы? Хотя, казалось бы, с Чехией все неплохо складывалось, кроме хоккейных матчей. Потому что СССР часто плохо играл с Чехией. Не путайте случайности с трендами. России, естественно, нужен материал для идеологической обработки собственного электората. И если не Польша, то Чехия всегда, скажем так, дубина найдется. Ожидать того, что вдруг отношения России с европейскими странами станут дружескими, очень наивно. Они всегда будут носить... Всегда будет фон недоверия. Если пошутить, то вот если в России чешские шпионы на таких должностях работают, то я боюсь даже подумать, на каких должностях работают американские шпионы. То, что такая деятельность ведется и в ту, и в другую сторону, это нормально. И в целом это хорошо, потому что для того, чтобы принимать рациональные решения, нужно иметь не пропагандистский образ России или у России образ европейских стран, а настоящий. Для этого нужна разведка, для этого нужна достоверная настоящая информация. И в целом, чем больше хороших шпионов, европейских в России и российских в Европе, тем более точными будут решения, которые принимает власть. Поэтому в целом то, что такие люди работают, это, в общем-то, очень позитивно. Это показывает, что есть интерес к сохранению мира. Потому что для того, чтобы избежать войны, нужно принимать точные решения. Нужно не переходить красные линии. Для того, чтобы их не переходить, нужна достоверная настоящая информация. Так что в целом это показывает некую рациональность российско-европейских отношений. А то, что такие вещи вызывают эмоции, и что они потом используются в пропаганде, это так было всегда, ну, понимаете, шпионы были всегда, и шпионские скандалы всегда возбуждали по определенной эмоции. Но то, что это происходит в таком классическом ключе, это как раз показатель рациональности. Вот если бы человека, как, скажем, в Тегеране, повисили на площади, или там закидали камни, это уже, скажем, другое качество. Пока Россия ведет себя в данной ситуации как абсолютно рациональный, нормальный игрок. Еще раз подчеркиваю, чем больше достоверной информации друг о друге, тем более точными будут решения. А то, что Россия не хочет настоящего конфликта, она это показала как раз за последние полгода. Говоря об информации и пропаганде, опять же, на примере выборов прошедших, оппоненты Дуды говорят о том, что компания была нечестной, потому что СМИ польские представляли Анжая Дуду очень позитивно, его оппонента постоянно очерняла средства массовой информации. Есть ли ангажированность в польских СМИ, может быть, в отношении геополитической повестки? Ангажированность есть. И вот на примере этой кампании мы в Польше окончательно поняли, что бессторонных объективных СМИ просто не существует. Вот медийный рынок, как вы прекрасно сами знаете, сложился таким образом, что для того, чтобы были охваты, для того, чтобы была аудитория, для того, чтобы были рейтинги и деньги, нужны эмоции. А как доказывает современная психология, негативные эмоции действуют на человека примерно в два с половиной раза сильнее, чем позитивные. То есть вот, например, если я делаю, или в прошлой жизни делаю из себя на российском телевидении обезьяну в клетке, то есть надо копнуть в клетку, чтобы обезьяна больше злилась, то меня смотрели. Когда я, как политолог, научным языком обсуждал те же самые вопросы спокойно и мериторично, никто не смотрел. Но все эти схемы, они работают, и польское телевидение, как то, которое за Дуду, так и то, которое против, работали на вот этих примитивных схемах, которые, скажем так, использовали самые низовые, простые эмоции и рефлексы. Вот это, на мой взгляд, тоже показатель заката телевидения как жанра. И в целом этот процесс уже не остановить. Я, как гражданин, делаю для себя вывод, что не хотел бы больше платить какие-либо деньги каким-либо СМИ. То есть для меня такой институт, как государственное телевидение, просто себя изжил. Надо его ликвидировать. Ну, а в том, как дальше будет обрабатываться общественное мнение, это уже большой вопрос. Это мы живем в интереснее время, когда применяются новые механизмы, новые инструменты. И мне даже самому очень интересно, что мы в этом процессе сами участвуем, сами даже иногда придумываем какие-то инструменты обработки общественного мнения. Но в том, что кто-то хочет нас объективно о чем-то информировать, ну, вот это уже очень вряд ли. Надо, как бы, перестать жить иллюзиями, что вот... Знаете, вот BBC уже не то BBC, что 50 лет назад. И это происходит по всему миру. То есть вы от телевизора отказались? Безусловно. Я вообще телевизор не смотрю, газеты читаю раз в неделю. Ну, интересно, что в России, например, появляются ютуберы или там блогеры, хотя там и, в общем-то, профессиональные журналисты, которые становятся популярными именно в ютубе, но самый такой классический пример – это Юрий Дудь. В Польше что-то подобное происходит. Ютуб и лица, популярные лица в ютубе становятся такими лидерами мнений, в том числе на политическом фланге. Происходит очень интересный процесс. То есть, знаете, вот раньше СМИ были нужны как посредники между людьми и политикой, между электоратом, выборщиками и политиками. А сейчас политики сами отбирают у СМИ их работу. Если у каждого депутата, каждого политика, каждого чиновника есть свой ютуб-канал, свой инстаграм и другие инструменты донесения своего мнения прямо до избирателя, то никакие СМИ, никакие газеты, никакое телевидение ему уже не нужно. И вот как раз вот эта компания, в которую, скорее всего, не хотя оба кандидата включились, потому что это всё-таки не совсем поколение вот этих всех инструментов, но их окружение заставило их вот именно так действовать, доносить своё мнение прямо до избирателя. И это в целом, надо сказать, сработало, что показывает, что аудитория меняется, что всё больше и больше людей осваивает вот эти новые инструменты, и что за этими новыми инструментами будущее. А СМИ в классическом смысле посредников между политикой и избирателем себя изживают, что, в общем-то, показывают не только рейтинги телевидения, но и тиражи газет. Скажем, ещё там пять лет назад, я вот десять лет назад, я читал газету каждый день. Пять лет назад я читал газету, скажем, я еженедельники покупал, сейчас я читаю газеты раз в месяц. Ну, раз в неделю – это так, чисто ради удовольствия. А для того, чтобы что-то, скажем так, что уловить, какие тенденции, мне хватает раз в месяц. Если говорить как раз о соцсетях, я до эфира вам говорила про фильм «Хейтер», который был снят в Польше, и вот там как раз главный герой, он создаёт много фейковых аккаунтов, вернее, там индусы создают эти аккаунты, фейковые, подставные тролли и так далее, видео, и тем самым он организует два противоборствующих лагеря и, можно сказать, сталкивает их между собой. Вот поднимается ли в Польше история вообще с фейковой информацией, насколько она может дискредитировать те же выборы, если вы говорили об этом? — Например, есть своя у вас? — Ох, несколько. Но, к счастью, они, скажем так, поскольку их несколько, то они как бы друг друга нейтрализируют. Но вот в целом вот этот процесс, про который вы говорите, приводит к увеличению информационного шума. То есть для того, чтобы из этого всего выжать какую-то информацию, скажем, из всего, что за всю кампанию сказали оба кандидата, если вот выжать это и свести это к конкретным предложениям, остаётся очень немного. И это как раз большая опасность вот этой системы информирования людей, что риторика заменяет конкретику, что люди начинают обсуждать вопросы, которые даже отношения к компетенциям президента не имеют. Поэтому в данном процессе есть свои опасности манипуляции. Причём манипуляции в таких масштабах, которые мы вот только сейчас начали наблюдать. Я не уверен, что у общества есть пока иммунитет вот этого информационного шума. пока вижу довольно высокий уровень рецептивности. То есть ввести людей в заблуждение можно очень легко. И сейчас общество стоит перед очень сложным выбором между тем, вот насколько можно вообще доверять политикам, насколько политики вообще намерены говорить о том, кто конкретным, о том, кто полезным для людей, а насколько они намерены забрасывать людей вот этим информационным шумом. Пока на эти вопросы ответа нет ни у нас, ни в Европе, ни в Америке, потому что процесс-то глобальный. Везде шум заменяет конкретику и в целом лишает людей возможности настоящей обратной связи с политической элитой. Я считаю, что это приведёт, рано или поздно приведёт к усилению неких альтернативных политических сил, что как в Польше, так и в Европе, так и в Штатах уже, как мы видим, происходит. Для того, чтобы сохранить свои позиции, мейнстримные партии, мейнстримные политики должны будут как-то более честно, более откровенно отнестись, более серьёзно отнестись к своим избирателям. Я очень надеюсь, что это в ближайшее время в Польше произойдёт, что мы перестанем обсуждать какие-то заменители, а начнём обсуждать реальные проблемы. Хотя большой вопрос в том, насколько современные общества вообще хотят по-серьёзному что-то обсуждать. Мы видим, что многим людям нравится обсуждать ерунду, что многие люди любят вот это состояние вечного обмана и готовы голосовать за политиков, которые будут их вечно обманывать и разговаривать с ними на какие-то не очень серьёзные темы. Так что тут вопрос на самом деле в спросе. И это вопрос не только Польши, а в целом это глобальный современный вопрос, насколько увеличение возможности получать информацию ведёт к увеличению знаний, насколько количество переходить в качество. На мой взгляд, пока не очень. Телефоны прямого эфира в студии 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Звоните, у нас на прямой связи политолог Якуб Кариба. Задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Да, и звоните нам по телефону прямого эфира. И вот продолжая опять же об этом фильме, там как раз показаны радикальные настроения польского общества против приехавших мигрантов. То есть против приехавших мусульман, и религиозный вопрос там поднимался, и как раз с помощью этих фейковых аккаунтов это всё ещё больше так размножалось. Насколько это популярно сейчас Польше, или это всё-таки уже история прошлых лет? Настроения были не столько против приехавших иммигрантов, а против политиков, которые хотели их сюда завести. Польское общество считает себя ещё пока обществом на подъёме. То есть люди считают себя довольно бедными по сравнению со Средней Европой. То есть, скажем так, по сравнению с тем, как люди жили 25 лет назад, люди живут просто ферически хорошо. Но вы же понимаете, что когда удовлетворяется одна потребность, то люди думают не уже о том, что позади, а о том, что впереди. Если вы переезжаете в какой-то хороший район, где все богаты и успешные, то вы опять начинаете чувствовать себя не очень, как такой среднячок. Вот Польша сейчас сравнивает себя не с собой 25 или даже 10-летней давности, а с Германией, Францией, Британией и так далее. То есть польское общество считает, что нам ещё надо расти и расти. И когда нам наши политики, вот те, кто проиграл выборы в 2015 году, предлагают, что давайте мы поделимся сирийцами, афганцами, и ливийцами, и другими, то это воспринимается как некий такой абсурд. И вопрос не религиозный в данном случае, и не культурный даже, а чисто денежный. То есть польское общество пока ни с кем не готово делиться. Оттуда такая, скажем, сдержанная позиция по отношению к Украине. Ведь с геополитической точки зрения надо было бы в Украину сейчас много инвестировать для того, чтобы там создавать какие-то пропольские настроения, партии, политиков и так далее. Этого не делается, потому что никто в Польше не готов проголосовать за политика, который говорит, а давайте вот часть наших денег мы отдадим на строительство дорог, мостов, школ и больниц в Украине. Так что культурный вопрос тут на третьем, четвёртом, пятом месте. Я думаю, что через 20-30 лет, возможно, мы будем обсуждать это в таком ключе. Пока что вопрос чисто экономический. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что надо искать какие-то способы управления обществом, потому что телевидение уже не действует, газеты вы не читаете, в интернете надо сидеть долго, чтобы рациональное что-то найти. И вот, по-моему, ответ, как вы считаете, на поверхности лежит. Уже нашли способ, как управлять людьми. Командно-штабные учения уже прошли. Они показали очень эффективность свою. Это страх. Надеть на людей маски, вакцинировать их, и очень эффективно все действует. Мы же видим, как все... Задавайте вопрос, Александр. Мало времени, чтобы гость мог ответить. Вот в этом ключе. Немножко расскажите, что вы думаете. Спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо вам. Ну, скажем так, Вирус-то настоящий. И то, что люди надевают маски, это рациональное поведение. Другое дело, в какую сторону сейчас пойдут наши европейские общества. Если это будет китайская модель, то есть модель общественного, социального рейтинга, где за любое действие вас оценивают и любую вашу деятельность контролируют, ну, вот эта модель есть. Эту модель можно пытаться копировать. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но тут действительно вы правы в том смысле, что есть уже в мире созданы модели тотального контроля общества, которые внедряются пока что в тестовом режиме, и которые, как я понимаю, китайскую политику предлагаются как некая альтернатива вот этой либеральной западной модели. Вот это совсем не на мой вкус, но вот если большинство захочет эту модель, то вполне себе возможно, что в Европе будут появиться страны, которые начнут ее копировать. Я очень надеюсь, что моя страна, что я до этого не доживу. Каким образом этот тоталитарный контроль может осуществляться? Ну, во-первых, как в Китае, камеры везде, чипы везде. В общем, для того, чтобы любое действие предпринять, даже выйти из подъезда, нужно приложить карту с чипом. Покупки, в общем, поездки, все, что вы делаете, оставляет некий цифровой электронический след. А потом вот все эти следы обрабатываются большими компьютерами, это такое, знаете, управление большими данными, big data. Это уже в нескольких регионах Китая делается, и, насколько я понимаю, будет подниматься на общий китайский уровень. Вот эта модель, она... Это какая-то, такая, знаете, антиутопия, но в определенных случаях, например, во время кризисов, она действительно работает. Я не думаю, что ее можно в полном объеме скопировать в Европе, потому что культура другая, и восприятие мира другое, но она существует, и наивно полагать, что не будет попыток ее внедрять. Следующий этап, это, конечно, соединение компьютера с человеческим мозгом. Это некие такие новые приобретения нанотехнологий, которые позволят контролировать человеческий и регулировать человеческий организм извне. Вот эти технологии тоже уже существуют, но пока что по этическим соображениям не сильно распространяются. Хотя, я думаю, это тоже только вопрос времени. А с другой стороны, если, скажем так, опуститься на уровень биохимии мозгов человеческих, то там тоже много чего можно регулировать извне с помощью, скажем, разного рода тоже нанотехнологий. Где и в каком объеме эти технологии будут внедряться, это большой вопрос. Я думаю, что Китай станет таким лидером в этой области. А вот к чему это приведет, это тоже открытый вопрос. И насколько люди захотят жить вот в таком мире. Вот технологии уже действительно существуют. Ну, на ваш взгляд, если порассуждать на тему будущего политического, в том числе политических моделей, потому что, смотрите, аналогия, которая у меня возникла, связана с интернетом. Когда интернет только появлялся, и когда я заканчивал школу, это было еще все в таком ну, не зачаточном, но начальном состоянии, действительно складывалось впечатление о том, что это такая сеть, которая абсолютно децентрализована. Сегодня мы видим, что интернет это история про монополии, потому что можно записать видео и выставить в какой-то сервис, но если ты не в Ютубе, то, соответственно, тебя почти никто не увидит. Социальная сеть. У нас были много разных социальных сетей, локальных, в каждой стране, но они не выдержали конкуренцию с Фейсбуком. В итоге мы пришли к тому, что несколько корпораций по сути контролируют интернет. И если говорить о политической ситуации, не придет ли время таких больших монополий в политике, когда будут некие, ну, я не хочу говорить о мировом правительстве, но некие консорциумы стран, которые будут уже объединять какие-то глобальные группировки. Вот как вы считаете, не произойдет ли что-то такое, что из децентрализации очень оказывается быстрый путь в монополию у нас? Ну, посмотрите на рыночную стоимость у таких компаний, как Фейсбук, Инстаграм, Гулу и так далее. Ну, они же, если они вот там за 15 лет поднялись с нуля до первых мест самых дорогих компаний в мире, значит, людям это нравится. Люди готовы за это все платить. Значит, они предоставляют людям что-то такое, что, в общем-то, людям нужно. Поэтому тут действительно есть настоящий спрос. И создатели вот этих компаний производят что-то такое, хотя они ничего конкретного не производят, да, в физическом плане, то значит, они производят что-то такое, что люди хотят потреблять. Другое дело, что вот как и любую деятельность нужно как-то, понимаете, не то, что контролировать, но регулировать. И я не думаю, что государства смогут и захотят уступить свое место транснациональным компаниям. Помните, сто лет назад тоже были огромные просты, скажем, например, вот нефтяные или банки, которые имели сопоставимую власть, но государства с ними справились, заставили их демонополизировать рынок, поделиться и в общем-то играть по правилам. Я думаю, что такие регуляции не загорались очень скоро, но по крайней мере в Европе то точно государства начнут регулировать эту сферу и так же, как Майкрософт, помните, 20 лет назад должен был поделиться, так и поделиться и Фейсбук, Гугл, и остальные социальные сети, потому что все понимают, что нужен баланс. Вот если такая огромная власть над миллиардами над данными миллиардов людей сохраняется в одних руках и то людей, которые никто никогда не выбирал и не в состоянии контролировать, то это угрожает стабильности общества. поэтому я смотрю на это как некий естественный виток прогресса. Никто не спорит с тем, что социальные сети дают очень много хорошего. Так же, как и банки, нефтяные компании и много кто другой. Вопрос в том, что нужно найти для них определенные юридические рамки, пока никто не знает, какие, потому что это совершенно новые явления, но, знаете, все всегда бывает впервые. В данном случае я не думаю, что Фейсбук сможет захватить политическую власть в какой-либо стране или части мира. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Политолог из Польши Якуб Корейба был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. До свидания.